В вещах таится чудо. Далее в программе. Они прочные, яркие и сексуальные. Их делают из ткани. Секреты мотоциклетных шлемов. Смотрите далее. Как это сделано? Они быстрые. Они забавные. Они опасные. Сверхмощные мотоциклы так им манят прокатиться. Они дарят потрясающее ощущение свободы. Но за удовольствие надо платить. Мотоциклисту нужна максимальная защита на случай, если он по какой-то причине на высокой скорости вылетит из седла. При аварии главной причиной смерти мотоциклистов является ранение в голову. Поэтому шлем – самая важная часть мотоциклистского снаряжения. Как же сделать шлем, способный спасти жизнь мотоциклисту? Брауншвейк, Германия. Добро пожаловать в Шуберт. Крупнейший в мире центр по производству защитных шлемов. Здесь производят шлемы вот уже более 50 лет. Каждый год центр выпускает более полутора миллиона шлемов. В Брауншвейге каждую новую модель подвергают множеству испытаний, чтобы убедиться в том, что она полностью соответствует самым высоким стандартам безопасности. Считается, что шлем увеличивает шансы выжить при аварии почти на треть. Но в Шуберте должны быть уверены, что их шлемы выдержат. Поэтому из каждых трех тысяч шлемов выбирают дюжину и в лаборатории пытаются разбить их в щепки. Если они не выдерживают, вся партия уничтожается. Самые высокие требования предъявляются к амортизации. Воспроизводится столкновение со стеной на скорости в 30 км в час. В пять раз выше той скорости, на которой разбился бы человеческий череп. Никому не захочется, чтобы его голова оказалась внутри этого шлема. Три, два, один. Вы бы выжили? Пожалуй, шанс есть. Судя по вмятине, шлем амортизировал удар, но при этом сохранил форму. Эти вмятины показывают, что шлем сработал как надо. Современные шлемы требуют множества технических разработок. Они должны защищать мотоциклиста в любой аварии. При этом быть легкими, удобными, обтекаемыми, давать хороший обзор и глушить шумы. Вот почему на разработку новой модели уходит от двух до трех лет. Здесь новый шлем проверяют в акустическом ветровом тоннеле, который позволяет выявить обтекаемость формы и уровень шума. Тоннель симулирует скорость до двухсот тридцати километров в час. Похоже на ураган в комнате. Шум ветра представляет серьезную угрозу для слуха мотоциклиста. На скорости 100 километров в час шум ветра в ушах мотоциклиста без шлема достигает 100 дБ. Длительное воздействие такого шума ведет к потере слуха. С помощью ветрового тоннеля разработчики Шуберта сумели уменьшить шум на 15-20 дБ. Шлем должен иметь обтекаемую форму. На скорости 200 километров в час плохо сконструированный шлем станет для вас такой же обузой, как 10-литровое ведро воды на шее. Тонкая струйка дыма показывает, как потоки воздуха огибают шлем. Специалисты видят, как перемещаются эти потоки, если и ветер меняет направление, или мотоциклист поворачивает голову. При плохой погоде резко возрастает риск аварии. Это еще одна проблема. Новую модель испытывают в дождевом тоннеле, проверяя, насколько она эффективна при плохой погоде. Затем результаты всех испытаний заносят в компьютер, что позволяет разработчикам внести мельчайшие изменения в форму и конструкцию шлема. Наконец, после испытаний, художественной правки и еще целого ряда испытаний, новую модель отправляют в сборочный цех Шуберта в часе езды от Магдебурга. Производство начинается со стопок стекловолокна. Может показаться странным, но вскоре эта ткань превратится в сверхпрочную оболочку шлема. Нож из высокоуглеродистой стали вырезает по заранее разработанному лекалу до 15 слоев стекловолокна за раз. Высокую прочность стекловолокно приобретает в этом формовочном прессе. Забудьте о роботах. На данном этапе каждый шлем делается вручную. Ткань аккуратно раскладывают на стенках формы. Внутрь заливают смолу. После этого опускают крышку с силиконовым шаром. Шар надувается, прижимая ткань и смолу к стенкам формы. Температура при этом 80 градусов Цельсия. Под действием высокой температуры происходит химическая реакция, при которой смола и стекловолокно плавятся, и мягкая ткань превращается в прочную обшивку для шлема. Шлем готов. Осталось лишь немного его подровнять. Для этого используют сверхточные и сверхмощные водометы. Шлемы зажимают в тисках, которые называются оправка. Затем они перемещаются в закрытую кабинку для резки. Теперь можно включать водометы. Каждый водомет режет под давлением свыше трех с половиной тысяч килограммов на квадратный сантиметр в две тысячи раз больше, чем давление в автомобильных шинах. Эти водометы настолько мощные, что могут резать гранит, мрамор и сталь. Стекловолокно для них — детские игрушки. Водометы используются здесь от того, что они так же точны, как лазер, но при этом они не прожигают стекловолокно. От них почти нет пыли, и они никогда не изнашиваются. Робот вырезает контур каждого шлема, а затем делает отверстие. Наверху — для вентиляции. И по бокам — в местах крепления защитного стекла и щитка для подбородка. На вырезание двух шлемов уходит всего 30 секунд. Миниатюрный шлифовальный станок сглаживает все неровности, после чего шлемы покрывают краской. Опять же роботы. В ультрафиолетовом свете краска мгновенно высыхает. Обшивка шлема готова для сборки. От шлема зависит жизнь мотоциклиста, поэтому каждый шлем аккуратно собирают вручную. На сборку шлема уходит 20 минут. Теперь вставляют внутренний корпус шлема, щиток для щек, подбородка, шеи и защитное стекло. Последний раз проверяют, что все работает как надо. И вот шлем готов. Даже самый осторожный мотоциклист не застрахован от страшной аварии. Но он, по крайней мере, может обезопасить себя с помощью хорошо продуманного шлема. В привычных вещах таится чудо.